Мы. Все разные. Разный стиль жизни. Разные предпочтения. И разные цели. Но способ достижения цели один. Финам. Национальный лидер инвестиционных услуг. Финам предлагает решения для торговли на всех биржах мира. С любым уровнем капитала и опытом инвестирования. С Финам вам доступны все инструменты. Для того, чтобы ваши цели стали реальностью. Финам. Ваш индивидуальный способ достижения цели. Изучите физику явления, прежде чем подавать на разводку каких-то лохов в фонде Бортника. Окей, 200 тысяч рублей вы зарабатываете, правильно? Учитывая сделку, которая произошла на прошлой неделе, Яндекс получил в свои цепкие руки проект Uber Eats. Вырастайте раз в 50 и мы с вами поговорим. У меня просьба. Просто просьба. Пожалуйста. Спасибо. Смотрите, если вы будете дослушивать вопросы, которые я задаю, вы сможете на них отвечать правильно, а не то, что вам кажется верным. В бизнесе всегда выигрывает второй. Они сейчас делают грязную работу. У них есть архив такой, от которого вам, боюсь, будет очень дурно. Я обычно ставлю либо на черное, либо на красное. Но я обычно ставлю только черное, черное, черное. Выпадет-то зеро. Вы же понимаете, да? Да, значит. Так что вы пролетите оба. Ну, а у нас на связи второй стартап. Сейчас будет уже скоро. Да, у нас на связи Юрий. Юрий, мы вас сейчас пока не слышим, но скоро услышим, я чувствую. Здравствуйте, Юрий. Добрый день, меня слышно? Да, Юрий, вас слышно. Очень приятно сегодня быть здесь с вами. В каком-то смысле. Понятно. Нам тоже очень приятно. Давай три минуты, время пошло. Добрый день, меня зовут Юрий Рогов. Я презентую проект YouSupport. Это площадка заработка для авторов, издающих регулярный контент в интернете. В чем особенность? Мы предлагаем краудфандинговый набор инструментов для блогеров, которые уже состоялись, имеют свою аудиторию, и их поклонники могут поддержать любимого автора, скажем так, внести какую-то лепту в его проект, стать частью проекта. Мы зарабатываем при помощи рекуррентных платежей от подписчиков. Также существуют единичные платежи, но мы фокусируемся на рекуррентных платежах. Каналы дистрибьюции, соответственно, это YouTube-каналы популярных авторов, видеоблогеров, кого угодно, кто делает постоянный контент. Мы, в принципе, this is хорошо. Мы сами ютюберы. В 2010 году мы стали таким каким-то феноменом. И в 2012 году нас отметили премии Рунета за сообщество Рунета. В 2012 году мы запустили проект VlogPro, куда приглашали множество партнеров, начинающих, состоявшихся, подключали им монетизацию на YouTube. Все это на YouTube происходило и помогали им расти вместе с нами. Мы сотрудничали с разными брендами рекламными, рекламные кампании делали. Команда наша – это, естественно, создатели. Три создателя, this is хорошо, в том числе Стас Давыдов. Все входят в экспертный совет нашего проекта YouSport, в том числе и я. Я руководил партнерской сетью VlogPro и общался с авторами постоянно. В чем проблема авторов? Проблема основная в том, что они зарабатывают очень мало. Российский YouTube в 10 раз меньше зарабатывает, от 10 до 20 раз меньше зарабатывает, чем западный американский YouTube. Для большинства авторов непосильно начать свой сбор средств, в том или ином смысле, по тем или иным причинам. И нет самого главного – решения рекуррентных платежей. То есть повторяющийся платеж от подписчика. Он один раз подписался, и мы взимаем каждый месяц с карточки у вас с какого-нибудь другого кошелька и ежемесячно платеж. Мы уже тестировали платформу на проекте «Не новости». Мы продюсируем проект «Не новости». Это 500 тысяч подписчиков. 29 месяцев было тестирование. То есть мы уже запустили наш этот проект, «Ю-суппорт», на котором уже существуют авторы. Бонус платформы в том, что она еще и дополнительно сближает автора с аудиторией. По нашим экспертным оценкам, около 10 тысяч блогеров могут существовать в русскоязычных. Неважно, где они находятся. Если мы возьмем, к примеру, полторы тысячи авторов, 15% комиссионных от каждой транзакции автору, в среднем доход может составить от одного автора 30 долларов. Это годовой доход при таком раскладе. Конкуренция ясна. Это отец-основатель, в принципе, Патреон, компания, которая, в принципе, придумала всю эту идею, но не захотела заходить на российский рынок. Как его туда бы не затягивали, как бы его не молили авторы, и кто-то с ним не связывался. Сейчас были уже конкуренты Данутер, которые не запустили вот этот главный механизм рекуррентных платежей, и, в принципе, сейчас сервис их недоступен, хотя сайты они возобновили, который год не работал. Другие краудфандинги не подходят по двум причинам. Опять же, нет решения рекуррентных платежей, и самое главное, во всех краудфандингах есть конец проекта. Здесь же, как такового, конца определенного не существует. Вот как мы можем 7 лет выпускать шоу, у которого 5 миллионов, больше 5 миллионов подписчиков, и, в принципе, существовать великолепно. То есть мы протестировали платформу уже с тремя такими более-менее серьезными проектами и подтвердили первичные данные, которые мы получили от проекта «Шоу не новости». Вот тот проект, на котором 500 тысяч подписчиков на YouTube. В принципе, в среднем 900 евро проект собирает, и среднее перечисление около 4,5 евро от человека. В среднем, в среднем перечисление. Чего нам не хватает? Мы ищем посевное финансирование, 125 тысяч евро с целью масштабирования в России. То есть мы уже сделали прототип, вложили больше 10 тысяч евро в это дело, и пока что не хотим вот прям вот этот вот прототип сейчас начинать толкать. Хотя возможностями мы обладаем, как я уже говорил, это наше шоу для того, чтобы расширяться, и это другие авторы, с которыми мы можем быть на связь и пригласить их принимать участие. То есть, в принципе, картина такая. Цели наши – это вторая премия «Рунета», это в конце второго квартала 2018 года 300 целевых авторов, и попасть в список подтвержденных YouTube-сервисов. краудфандинг – это специфическая вещь, очень важная и с точки зрения имиджа, и с точки зрения самой специфики YouTube. В принципе, все. Спасибо за внимание. Скажи, пожалуйста, я вот не до конца понял, что за продукт, который вы создали, который вы хотели бы вывести, но еще не вывели? Вот это что? Это платформа, она уже существует, да? То есть, она… Можно к ней подключить. Это, в принципе, краудфандинг, да? С большой тонкостью существуют рекуррентные платежи. И то есть, как на подписка, на журнал, на газету, на что угодно, да? Юр, подожди, подожди, Юр, Юр, Юр. Вот это еще раз. Первый продукт – это краудинвестинговая платформа, правильно? Да, платформа, совершенно точно. То есть, которая находится в интернете, на которую я могу зайти, в любой другой человек можешь зайти, зарегистрировать свой стартап или зарегистрироваться как инвестор. Я правильно тебя понял? Нет, не стартап. Это только для ютуберов. Нет, это не контент биржа. Это авторы, которые делают, выпускают контент на ютубе, да? То есть, наверняка сталкивались. Вы сами выпускаете контент на ютубе, да? Ну, шоу. Здесь все хорошо. Хорошо, я вот Диме даю микрофон. Спасибо большое за презентацию. Ну, частично ответы уже есть. Первый, ты правильно очень сказал, насчет ограничения рынка. Ты с этого начал, действительно. Если уж масштабируется, то точно за рамки России однозначно, значит, это будет такой, ну, местечковый. Мы планируем, да, это делать, потому что… С четким ограничением по финансам, которые ты очень четко сам видишь. Как я это увидел? Я это действительно увидел, как некую биржу контента, потому что действительно сейчас, наверное, я бы с другой стороны зашел вообще. Вот я, допустим, корпоративный блогер. Ну, часто это коллектив какой-то там интернет-мортитологов и так далее, которым надо вести корпоративный блог. С чем они сталкиваются? Что у них нет контента. Они начинают искать райтеров там и так далее. Вот здесь как раз ваш инструмент. Нет, нет. Это совершенно… Я вас понял, ну, не так, но я бы увидел это как возможный бизнес, где действительно есть хоть какие-то деньги, и вы будете здесь уникальны. Ну, классический кронфайдинг в какой-то нише, ну, не знаю, правда. Есть тонкость. Я уже повторял, я уже говорил о том, что существует аналог зарубежный, и это естественный путь, куда идет вообще контент-мейкерство на YouTube. Я имею в виду, ну, YouTube – это будущее телевизора, то есть, ну, замена будущего телевизора, да, и там все происходит. Вот, да, и, соответственно, Patreon существует в русскоязычном пространстве, да, Patreon – это вот это, когда подписчик платит деньги своему автору, которого любят, да. Я отдаю деньги автору, там, 5 евро, условно говоря, автор за это мне какой-нибудь бонус, какое-то внимание, какой-то кусочек видео, например, которое я люблю, раньше, чем другим показывать, да, то есть, это такое тоже бонус. То есть, вот в чем суть. Я понял, но я здесь, я вот, честно говоря, сомневаюсь, многие авторы коммуницируют напрямую, и прямым текстом говорят всем СМИ и так далее. Да, я понял. Зачем вы нам нужны? Мы сами коммуницируем со своей аудиторией, а уже я молчу про огромные возможности платежных систем. Они не могут получить рекуррентные платежи, а частному лицу очень, практически, даже невозможно получить возможность взимать именно рекуррентный платеж, когда он автоматически проходит. Поэтому существуют организации, которым тоже не каждому, значит, выдается эта возможность взимать рекуррентные платежи, потому что очень часто, ну, жулики. Ну, я понимаю, ну, это такая совсем узкая ниша в узкой нише, то есть, я думаю, такая потребность есть, ну, может быть, там, у десятков каких-то авторов в стране. Нет, а потребность огромная есть. Вот Patreon собрал уже... Ну, я могу ошибаться. Я рассказал идею насчет контент-биржи, как бы я это видел, как бы я действительно готов с вами завтра начать это тестировать. У меня есть, условно говоря, несколько проектов, где нам реально не хватает контента райтеров, которые владеют блогой, языком и так далее. Я бы готов был принести туда деньги, чтобы получить этот, ну, контент. Мое предложение вам. Ну, и похвалю за знание конкурентной среды. Это касается всех, ну, проектов. Меня всегда радует, когда люди четко понимают, с кем они конкурируют, и в чем есть плюсы и минусы. За это большое спасибо. Благодарю. Маленькая ремарка. Сам этот проект Patreon, да, который отец-основатель, они уже собрали для авторов 150 миллионов долларов. Чисто авторским выплатам. Смотри, я, честно говоря, не понял, а почему ты пойдешь за рубеж? То есть, как бы ты сейчас показал нам картинку следующую. Тебе надо там 100 плюс тысяч евро, для того, чтобы взять рынок в 540 тысяч долларов. Ну, вообще, как бы... Это минимальный порог, мы так скажем... Ну, смотри, вот как ты думаешь... Это минимально. Как ты думаешь, сколько бы хотел заработать инвестор, положив в тебя там 140 тысяч евро? Ну, я полагаю, в 10 раз больше, чем я показал в презентации. Отлично. Как ты ему даешь возможность это заработать? Ну, во-первых, в несколько раз точно больше рынок, чем я показал в презентации. Это такие были наши первые анализы, да? А во-вторых, естественно... Нет, стой, секундочку. Вот ты говоришь, у нас в России есть конкурентное преимущество, что наш основной мировой конкурент не идет сюда, он не готов работать с русским языком. Понятно. Вот ты огородился, и эти 540 тысяч долларов твои. Теперь, как ты выходишь за рубеж, и почему ты там хоть что-то, какой-то берешь рынок? Непонятно. Там же есть... Мы находим. Ну, особых двух копеек нету. Здесь вопрос-то очень логичный. Если мы деньги берем в Россию, то деньги должны идти на Россию, а если мы деньги берем на зарубеж, то там уже есть другой конкурент. И конкурент достаточно известный, и самое главное, понятно, почему он не работает с Россией. Я бы тоже не работал с Буркина-Фасос, с их достаточно странным французским языком, если мне не изменяет память, с очень ограниченным контентом. То есть, помимо того, что у нас... Безусловно, наши блоги разрабатывают меньше, но давайте будем честны, соответственно, поскольку более судебно условно меня тоже можно назвать видеоблогером, там, не знаю, там 130 или 150 тысяч у меня там подписчиков на канале. 125, по-моему, да. Ну, может быть, да, непринципиально. Я даже за этим не слежу. Это вообще даже... А зря? Ну, не зря как раз, потому что я понимаю, что, в общем, реальные какие-то отсечки начинаются там, условно говоря, точно с 5-7 миллионов англоязычной среды. Вот, поэтому здесь меня смущает, что деньги берутся в Россию, а вкладываются за рубеж. С точки зрения вот тех рекуррентных, или, говоря по простым языком... Повторяющихся. Да, повторяющихся, да. Повторяющихся платежей. Ну, я крайне сомневаюсь. Ну, то есть, эта история, так условно говоря, дождя, это условия, категория там, соответственно, ведомостей и всего остального. Просто это PayWalt реализовали всего там 3-4 компании. Просто насколько в этом есть потребность в рынке? Вот это меня... Потребность в рынке? Я понял, да, в чем ваш вопрос. Да, сомнения, да. Сомнения, да. Есть большой очень бонус в том, что, во-первых, аудитория уже существует у каждого автора, да, у каждого блогера, да, и у них связь очень на YouTube близкая, скажем так. Каждый подписчик ощущает напрямую, скажем так, причастность к своему любимому автору. К дождю нету. Что такое дождь? Это организация, да, это не единица, да. А вот я, как вы, как, скажем, харизматичные ютуберы, да, к вам тянется ваш подписчик, он хочет быть причастным, сопричастность. И мы эту сопричастность, как вектор, направляем в пользу нуждающегося в средствах автора. Вот разница. Это не телевидение, да, это YouTube, это уже буквально год, и все, это выше телевидения. Во-первых, автор предлагает поддержать, стать сопричастным, а во-вторых, автор выдает всегда какой-то бонус. За определенную, например, сумму лояльный участник получает что-то от автора, там, не знаю, какой-то знак внимания в интернете или, например, контент, то есть видеоролик раньше, чем другие. Ему будет... Давайте, Юр, давайте я за вас отвечу. У меня есть товарищи, которые занимаются, понятно, что это не пересекает. Мы с вами друг друга знать не знаем, видеть не видели. Вы там развлекательная часть, я такая очень нудная, такая экономическая часть, которая, условно говоря, экономический анализ там делает, делает некий превью, а потом полный экономический анализ, условно говоря, продает. Вот я поставлю на кавычки. Эта логика понятна, но просто вот спрос... 28 тысяч евро. 28 тысяч евро мы собрали за 29 месяцев. Смотрите, вот аудитория, которая... Да, смотрите, аудитория, которая наша такая, назовем ее так, старперская, да, она привыкла доплачивать за какой-то расширенный функционал, условно говоря, экономического анализа. Да. Насколько ваше, так называемое... Еще раз говорю, да. 28 тысяч евро. 28 тысяч евро, это сумма, которая была собрана за 29 месяцев. Вот проект Неновости, это шоу Неновости, у которых сейчас 500 тысяч подписчиков, среднее пожертвование 4 евро, чуть больше 4 евро, и 995 евро в среднем ежемесячно шоу собирает. Это больше, чем то, что ютюбер получает на ютубе в 4 раза. В 4. А у меня есть применительный вопрос, можно? Вот чтобы от теории, прийти к практике. Юр, ты, подожди, как раз мы сейчас как раз про самые прикольные про деньги. Ты же понимаешь, что, по сути дела, вы про штуку собрали, то есть тысячу долларов или евро там собрали в месяц, ну как-то вот. Это среднее пожертвование, это с учетом того, что рубль упал, соответственно, раньше было среднее пожертвование гораздо больше. То есть 29 месяцев мы тестировали, почти 3 года на проекте одном, да, и каждый месяц люди жертвовали, ну в среднем на 995 евро. В начале это было больше, там до 2000 евро доходила сумма. Мы находимся в Латвии, но мы в евро все это работаем. Юр, у меня... Это непринципиально, где он находится. Димыч, дай опросик задам. Юр, скажи, пожалуйста, вот такой опрос применительно, смотри, вот представь, что мы вот стартап-шоу Челлендж Тур особенно, вот мы те самые ютюберы. Да. Во. Вот расскажи мне сейчас как бы тупому дядьке, ну... Это правда ютюберы. А мы же ютюберы. А мы ютюберы. Ты же про нас сейчас разговариваешь, я нифига не въехал. Ну-ка, расскажи, пожалуйста, мне, вот нам это зачем? Где мы там бабло себе соберем? Потому что я до сих пор не вырубился, вот я не понял до сих пор. Смотрите, ну, вы начинающие ютюберы. Да мы вообще начинающие. А что Дим Потапенко начинающий ютюбер? Нет, Дмитрий Потапенко уже может, в принципе, монетизировать свою аудиторию, если ему имиджевает интересно. Но суть в чем? Но суть в чем? Вы уже имеете большую аудиторию, да, например, там, 500 тысяч подписчиков, да? На самом интересном завис. Скорее, отвисни. Там в студии не везет. Я-то, например, вот у меня связь чувствуется, что я в ту речи не нахожусь. Я его и вижу хорошо, и слышу хорошо. И ты рассказывай пока, они пока про бабло, про бабло, и все будет нормально. Слушай, мы на самом деле на цифры 500 тысяч подписчиков зависли, поэтому рассказывай дальше. Я рассказываю. 500 тысяч подписчиков, например, да, вы зарабатываете плохо. Вы зарабатываете там 150 евро, хотя при таком числе подписчиков на Западе зарабатывают на тысячи две. Абсолютно нормально. Вот. И вы хотите сделать контент, ваш зритель очень хочет и молит, чтобы вы делали чаще контент, например, да. И вы предлагаете такую схему. Я буду делать чаще контент, если я смогу заниматься этим делом, если я буду обеспечен. И вот, например, я выставляю, мне нужна сумма тысячи евро ежемесячно. Кто хочет, получит бонус какой-то от меня, там, не знаю, фотографию, еще что-то. Я предлагаю тебе в рамках некой инвестиции, потому что я до сих пор так и не вырубился, чтобы ты пропилотировал наше стартап-шоу и наше стартап-шоу и челлендж тур в течение ближайших трех месяцев. И если действительно телега взлетит... У вас аудитории нет. Но ты нам ее создашь, аудиторию. Это уже другая специфика, и мы этим занимались. Вот. Мне кажется, это более интересно тем, когда аудитории нет, а аудитория фигакса есть сразу. Аудиторию мы можем сделать настоящую. Не накручивать, конечно. Вот, вот, вот. Поэтому появится так инвестиционное предложение запустить пилот. Ты, ты, ты. Ты с ним не расплатишься, я тебе скажу за аудиторию. Дим, ну ты расплатишься. Я на тур, и ты баблом. Не, 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 дружище, не. У меня с аудиторией нормально все хорошо. У меня моя аудитория, она прямо вот... Я ее четко знаю. Не, ваш аудитория очень хорошо. Давай, додавливай. Я тебя понял. Дим, ну, слушай, мне кажется, хороший интересный проект. Хорошо, что господин Морозов, сказать, проявил живой интерес. Акселератор Фаберлик тебя хочет. Надеюсь, что ты тоже хочешь его. Этот акселератор. Вот, поэтому после эфира я тебе дам твои контакты, да пребудет с тобой сила. Дим, мы в онлайне, отключаем микрофончик. Вот, а пока мы ждем следующее подключение, ну, товарищ Морозов, вот ты мне объясни своими словами. Вот я точно тупой идиот. Я не понял, что это за проект такой. Ну, на самом деле, давайте лучше не про проект, а про его будущее. То есть у ребят есть компетенция, есть ситуация, ну, на рынке, что действительно Дмитрий правильно сказал, конъюнктура таким образом, ну, сложилась, что крупный традициональный игрок на этот рынок не вышел. Рынок есть, рынок динамичный, рынок растет, на этом рынке есть энное количество проблем. Я сказал, что больших денег там нет, но для крупных компаний, как корпорации, это возможно станет достаточно интересным инструментом. я бы попытался проект это развернуть в сторону контент-биржи все-таки, попробовал. Не знаю, что это. Я бы, мне это было бы интересно обсуждать. Обсуждать краудфайдинг, такую историю, узко-нишевую, ну, менее интересно. Но попытка, не попытка, было бы интересно. Опять, я у ребят увидел глубокое отраслевое понимание ситуации. Да, это в теме. Это всегда ценно, с отраслевыми людьми всегда пообщаться, интересно и полезно, как минимум, я в теме разберусь хотя бы. Поэтому, давайте вместе разберемся, встретимся. Смотрите, я понимаю, почему эта история про рекуррентные платежи, потому что, по большому счету, один раз сделал, а дальше уехал на Гавайи отдыхать. А если ты делаешь контентную историю, то это, скажем так, паровоз, в который все время надо подбрасывать уголь. И ты вот этот кочегар. Она может быть больше, но, ну, трудоемкость выше. И здесь, скорее, вопрос, что самим основателям по душе, потому что мы замечаем, вот мы как акселератор, что все время там трекеры, эксперты, инвесторы придумывают какой-то бизнес основателям, который они не хотят делать. Вот здесь вот, как бы, вопрос, что хочет сам основатель, вот паровоз, который маленький, но зато едет сам, или паровоз большой, но в котором надо все время бросать в топку. Ну, как бы, выбор, понятно, всегда за самим основателем. Мне, как бы, отлично. Я вот, ну, вы поняли, да, что там, что ничего не поняв, решил проэкспериментировать лучше на окошечках. То есть, вот, я... Ау, да, Дим? Да, ты меня слышишь? значит, что я хочу тебе сказать? Да. то, что Дима сказал, правильно. Они, во-первых, секут в теме, значит, на мой взгляд, здесь имеет смысл присмотреться тем, кто регулярно инвестирует в некий интернет, взять этих парней за причинные места, потому что у них очень, то есть, с одной стороны, я вижу там смысл и идею, но я вижу очень много романтизму. Вот их надо взять за причинные места, как говорится, посадить их в табличку в Excel, и в целом из этого можно выдать, как говорится, капельку меда, но это должны, соответственно, быть ребята, которые умеют чуть-чуть подсаживать на задницу вот этих фантазий, потому что там, ну, в целом, да, нас плохо зарабатывают ютуберы, я бы сказал бы, что, ну, назвать их заработком я не могу, потому что у меня была программа на Эхо Москвы, я приглашал к себе, как известного видеоблогера Камикадзе Ди, и разбирали мы эту тему очень долго, в течение полутора часов, и сказать, что наши видеоблогеры что-то зарабатывают, ну, на мой взгляд, это такая, больше легенда, чем реальность существующая, а вот вытащить из этого платформу и на платформе доить всяких желающих в это зачехлить, это нормально, вот резюме. Прикольно, скажи только честно, ты точно в Турции или ты в Геленджике сидишь, в пионерлагере, или в Артыке? Ты понимаешь, дело все в том, что в Турции это давно уже наш Геленджик, и поэтому, как ты сам понимаешь, что детей здесь такое количество, вы даже себе не представляете, какими пасами, ногами, я не знаю, включена ли камера, я периодически отгоняю детей, желающих залезть в камеру и помахать ручкой папе, маме, передать привет или еще что-то, потому что, ну, если человек сидящий на, в общем-то, в отдыхающем, как говорится, кресле, говорящий на серьезные экономические темы, у детей вызывает дикий восторг, поэтому, особенно у русскоязычных и даже турецких детей, дети турецкие особенно любознательны, поэтому, если бы у меня была возможность, я поставил бы панорамную, но еще раз вернусь, значит, вот здесь не хватает таблички Excel и чуть-чуть, ребят, посадить, посадить их немножко в фантазии, а так, в целом, проект рабочий и, на мой взгляд, те, кто занимается, то есть, если бы я занимался интернетом, я бы, по крайней мере, за шкерман бы взял бы и периодически палкой по попе-то давал бы, чтобы не фантазировали, а ближайшие цифры мы разговаривали, это кратко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!